С древних времён в Ирландии олень почитался за свою быстроту, силу и благородство. И его фигура с возветвлёнными рогами олицетворяла саму дикую природу и богатство леса. Постоянно сбрасывающие рога, которые, однако, вырастают вновь, он олицетворял естественный цикл смерти и возрождения. В кельтских легендах олень был лодыгой леса и повелителем диких зверей, а также представлял собой желанную цель охоты, мыслившейся благородным занятием. Олени часто фигурируют в житиях ирландских святых, чаще всего святой, при помощи своей божественной силы чудесным образом приручает дикого зверя. Например, когда охраняло лошадь святого диклана, тот верил своему спутнику привезти оленя из спасущегося по соседству стаду. И когда оленя привели к святому, выбрав самого крупного и сильного санца, тот, ко всему общему удивлению, позволил запрячь себя в бомбок. Добравшись до места, святой отпустил оленя возвоясь, и подобное же чудо совершило святой Махмудан. Однажды к нему пришел бедняк и попросил на время нескольких волов, но в монастыре, как нагрев, не было ни одного. Тогда святой попросил одного из учеников привезти пару оленей, чтобы те потрудились вместо волов. Оленя без страха пошли за бедняком и оставались с ним, пока не завершили работу. Затем святой отпустил их обратно на волю. Согласно другой легенде, когда святой Брэндон был еще ребенком, каждый день сошли в украину, спускалась пажинка с олененком, чтобы поделиться молоком. И после того, как ее доили, оленика возвращалась в горы. Но самая удивительная история рассказывает о святом Керане. Повсюду сопровождаемо молением. Животное было настолько ручным, что Керан даже помещал молитвенник между его рогов, в то время как олень стоял неподвижно. Однажды Керан стремительно вошел в кран, когда звонил колоколу, и напуганный олень умчался с книгой между рогов. Но вернулся на следующий день, и книга была цела и невредима. Олень фигурирует и в одном из преданий о святом Керане Глиндологском, который превратил своего приемного сына и его спутника в оленей, чтобы спасти их от вражеского плен. Король птиц В Ирландии невероятное количество мистических легенд и героических садов. Одна из детей рассказывает о короле птиц. Ты ведь знаешь, что крапивник подлой птице хуже, много хуже даже летучей мыши, что он просто отъявленный от мальчика потому, и нечего удивляться, что мы охотимся за ним и ловим его. Но, несмотря на то, что величиной от всего с наш палец, крапивник считается королем птиц, титул, который он получил с помощью низкой хитрости. В дни Великого Польма Акила святого и пророка птицы со всего света слетели, чтобы выбрать себе короля. Но так как каждый медь метил на этот высокий пост, птицы не смогли прийти к согласию, и очень скоро между ними разгорелась настоящая война. Кровавая битва, которая в течение трех лет бушевала во всех лесах света. Наконец, старая мудрая ворона предложила всем предоставить выбор святому Польму Киву. Все согласились. И вот со всех концов земли слетелась тьма тьмущих птиц, так что от них даже почернело небо над Данилогом, где жил этот святой. Святой вышел к ним из своей маленькой хижины и спросил, чего они хотят. Птицы ему все рассказали и обещали подчиниться его решению. Тогда Коль приказал им спуститься и рассесться на земле. И они опустились и покрыли все холмы и долины, и ручьи, и даже озера, ведь их была тьма тьмущая. И обращаясь к ним, святой Молго, «Самая лучшая и самая сильная птица, та из вас, которая сможет взлететь выше всех, она и должна считаться королем птиц». Все согласились, что такое решение будет мудрым и справедливым, а затем святой сказал, что подаст их знак, когда взлететь, и та птица, которая поднимется выше всех, по возвращении станет величаться «Королем птиц». И как только святой подал знак, все птицы взвелись вверх, и люди, которые наблюдали их, увидели, как сначала одна из птиц устала и упала вниз, затем другая, бедняжка, устала и упала вниз, потом третья устала и упала. И так все, одна за другой, уставали и падали вниз, пока, наконец, не осталась одна, единственная птица, которая все еще парила выше. Это был орел. Но орлу из тщеславия показалось мало подняться лишь чуть-чуть выше остальных птиц, чтобы опуститься на землю королем. В свое тщеславие он продолжал взмывать все выше и выше, пока, наконец, не мог уж подняться еще хоть на дюйм. И не в силах было еще хоть раз взмахнуть крылья. И когда он замер в воздухе гордый своим полетом и уверенный, что на землю он опустится королем птиц, С его спины вдруг взлетел Маленький крапива. Он все время сидел, Поднялся вверх еще на один фут, А затем опустился на землю Королем птиц. Святому пришлось сдержать свое слово И пожаловать королевский титул Этому жалкому негодяю. Но он был так разгневан на него За эдульницкую хитрость, Что наложил на него проклятие Никогда впредь не взлетать Над землей выше, Чем он поднялся в тот день Над орлиным крылом. И с того самого дня И до сию пору Мы можем сами видеть, Как крапивник перелетает С куста на куст, С одной изгороди на другую, Никогда не взлетая над землей Выше нашего колена. Это прибивает его к земле Тяжесть святого проклятия. В старину говорили Часто за наш язык Мы расплачиваемся Разбитым носом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!